Привет, с вами Андрей. На прошлом уроке мы создали алгоритм проверки выполнения условий по параметрам. Ссылку можете найти в описании. А в этом уроке посмотрим, как задавать эти параметры с помощью пользовательских команд. В первую очередь заменим численные выражения на переменные. В начале алгоритма присвоим переменным значение границ по умолчанию. Это нужно на случай перезагрузки или разрядки аккумулятора терминала, так как все несохраненные данные хранятся в оперативной памяти и обнуляются при прекращении питания. Чтобы менять значение переменных в алгоритме, в которой уже загружен прибор, добавляем отдельную ветку с событием принята команда. Придумаем текст команды, например, drive. Произвольные команды рекомендуется прописывать заглавными буквами. В этом блоке вы создаете текст, а также добавляете аргументы, изменяемые части команды. Для этого выбираем, в какие переменные записать передаваемые в команде значения. Выберем для каждого аргумента созданные нами ранее переменные, а затем завершим эту ветку с помощью блока конец. Теперь при отправке этой команды прописываем 5 аргументов через запятые. Тогда алгоритм начнет проверять параметры по новым заданным границам. Чтобы убедиться, что терминал принял команду, добавляем блок послать ответ. В качестве ответа придумываем текст и выводим принятые значения. Текст пишем обычным образом, а там, где нужно выводить значения из аргументов, добавляем элемент %d. Аргументы в таких блоках можно выводить в одном из трех форматов. Бинарном, десятичном или шестнадцатиричном. Выберем десятичное значение в ответе. Для этого как раз и используем конструкцию %d для каждого аргумента. Значение автоматически подставится в том же порядке, в каком они добавлены в поле аргументов. Теперь проверим работу своей команды. Для этого отправим команду на терминал через конфигуратор и получим ответ. Аргументы используются во многих существующих командах в прошивке прибора. Например, команда clear script имеет один необязательный аргумент в виде названия алгоритма для удаления. В следующем уроке мы добавим идентификацию водителей с помощью карты RFID или ключей и button и завершим алгоритм контроля стиля вождения.